Запомните, голос мешает, потому что ум бунтует. Он говорит, ты сам, ты сам можешь, зачем ты включил, ты сам можешь. Ум не пускает нас побеждать судьбу, он понимает, там сидит злой дух, который хочет разрушить нашу жизнь. Он говорит, ты сам будешь никого не слушать, только сам можешь, только сам, все. Когда человек слушает, он сразу входит в этот контакт, есть такое пространство общее, пространство, победа над судьбой, это пространство сотканное из звука. Когда люди вместе начинают с кем-то молиться, они входят в это пространство, и разум начинает у них включаться, оживать. Поэтому и говорится, что человек должен всегда с кем-то вместе идти к Богу, он не может один. Понимаете, когда ты кого-то слушаешь, ты сразу же включаешь разум, становишься сильным. А потом вы можете в памяти помнить о святости и тоже вместе с ними читать молитву. И тогда даже без внешнего звука вы будете побеждать судьбу. Вот видите, только сейчас, через 18 лет, я вам объясняю, как надо правильно это делать. А вы слушали много моих лекций и все равно не услышали от меня это. Поэтому не уперствуйте, я вам говорю, молиться с кем-то, значит молитесь с кем-то. Не надо одному, много лет понадобится на то, чтобы победить судьбу. Учитесь оторваться от себя, учитесь слышать тех, кто молится, учитесь войти в общее пространство. Разум ваш включится, это будет другая жизнь, непонятная для вас. Потом постепенно силы у вас появятся внутри. Вот у вас сейчас появились силы внутри, так или нет? Почувствовали? Вот эти силы и победят вашу судьбу.